Чуть-чуть подождем, чтобы побольше людей собралось. Прямой эфир насчет Эрика Жумабаева. Просто очень многие люди лгаются из-за него сейчас, даже взбираться. Прям такие ссоры между активистами из-за этого человека. И очень обидно было бы, если бы эти люди так же пострадают, как и я. Ну, в общем, здравствуйте, добрый вечер. Как и обещала, я выхожу в прямой эфир для того, чтобы немножко разъяснить ситуацию с активистом ДВК Эриком Жумабаевым. Почему я говорю активист ДВК? Потому что этот человек ни капельки не скрывает этого, да? Он везде с плакатами, что он поддерживает программы ДВК. Его за это не задерживают. Вы, громко, тихо, да, говорю, погромче надо. В общем, начиналось все с чата активист ДВК. Мы просто сидим в столовой, надеюсь. Тут не все нас прям так будут слушать. Все знают этот чат. Там Эрик Жумабаев сидел под ником Светлаков. Все знают, кто в то время состоял в этом чате. Это было в 2019 году. Ни для кого это не секрет, что я состояла в этом чате до задержания в суде. Я об этом говорила. Поэтому сейчас я могу смело повториться и уже теперь подробно рассказать, что вообще там было. Светлаков, человек под ником Светлаков, это Эрик Жумабаев и есть. Вот чтобы вы знали, кто не в курсе, да? Это 100% уже доказано. Прошу тут тоже не устраивать дискуссии. Это так или не так, это надо доказать, там, сверить голос и так далее. Это он. Этот человек, да, выходил смело в этом чате голосовыми сообщениями. Хотя администрация всегда призывала к тому, что голосовыми сообщениями выходить очень опасно, так как на тот момент, по крайней мере, сильно преследовали за участием вот именно в этом чате, да. Вопросы, когда задерживают нас, да, в участках, всегда задают вопрос, состоите ли вы в чате активист ДВК или нет. Поэтому даже люди, многие, которые выходят на митинг, они из этого чата выходят. Но этот человек, я не знаю, выходил или нет, он без конца заходил под одним и тем же ником. Что он там говорил? Он призывал выходить на митинги смело. Он говорил, что он не просто поддерживает программы ДВК, он говорил, ага, ДВК, я за Мухтара Облязова. Ну, конкретно он за него топил. И ничего ему за этого не было, да, этому человеку. Сейчас он дальше как бы продолжает даже в акиматы приходить с плакатом, что я поддерживаю программы ДВК. Знаете, я что-то пока что-то не сильно активистов много видела, которые вот смело ходят и так говорят, да. Вот мы тоже поддерживаем программу ДВК, мы за это 4,5 месяца, по крайней мере, я в тюрьме отсидела. И что хочу сказать, никто моих детей не пожалел. Никто моего грудного ребенка 9-месячного не пожалел, когда меня забирали, да. Когда ко мне делегация в 10 человек пришла, построили повторный обыск, подкинули листовки. И знаете, ни у кого вообще ни капельки совесть почему-то не заиграл. Камилу Шуканову, которая у нас также инвалид, никому не мешает избивать ее. Во время вот нашего суда как раз это было, я не помню конкретно какой день. Буквально недавно ее не задержали, а как похитили, да, запихали в машину, возили ее там 2 часа по городу. То есть и устроили ей моральные пытки. Девушка инвалид, извините, никого это не останавливает. Ну почему не задерживают Эрика Жумабаева? Что у нас только на коляске нужно передвигаться, и только тогда ты действительно будешь в безопасности, и тебя не задерживают и не посадят в тюрьму. Так получается? Я ничего не имею против инвалидов. Когда я вышла из тюрьмы, я также даже не хотела поднимать эту тему насчет Эрика Жумабаева. Он в курсе, он это знает. Он писал мне сообщение в личку насчет того, что вот про него, да, был вот этот хост нехороший. Я ему сказала, я ничего против вас не имею, потому что действительно конкретно вот прям меня он не касался, да. Я вышла из тюрьмы, я хотела заниматься детьми, мне сейчас не до него было абсолютно. Но видя, что страдают другие люди, да, они сейчас, может, не называют себя, может, еще как-то боятся. Мне уже бояться нечего, я за это получила свод, я сейчас отбываю наказание, пусть я на свободе. И поэтому я смело про него говорю. Какие вам факты нужны? Конкретно, знаете, договор я вам показать не могу, что он работает там на КНБ или на полицию, или еще что-то, сотрудник не могу, естественно. Но есть один факт, что у Жазеры со Светлаковым, с Эриком Жумабаем, была личная переписка в Телеграме в 2019 году. И когда 9 мая нас не задержали, я находилась с Евой в кабинете у начальника следственного отдела Салаева Адиля. Он кому-то по телефону, я не знаю, по WhatsApp или как, ну, вроде как голосовые отправлял, да, говорит следующее. У меня хорошо, да, срочно? Говорит следующее. У Жазеры Демиовой есть личная переписка с Бэтменом. Я сначала вообще долго приходила сюда, что за Бэтмен, что за Бэтмен. Ну, я вспомнила, что, да, у него такое проскальзывало в Телеграме, что там, я буду вашим Бэтменом и Жазера вот здесь. За несколько дней до этого, Эрик Жумабаем снял видеообращение, и он был в маске Бэтмена. И я просто даже, я пешила, когда ты сказала, что Салаев знает личную переписку. Телеграм не может прочитываться, если мой телефон, конкретно мой или его телефон, не был у них в руках. Мой не был. Теперь, что самое интересное, то есть я пытаюсь слушать дальше, да, и здесь Салаев один тихонечко так сидит и напевает песню. Одинокая ветка сиреней. Ну, не думаю, что ему просто так пришла вот в голову эта песня. А эту песню я знаю, и это была одна из моих любимых песен, она, наверное, до сегодняшнего дня была моя любимая песня. Да, ее Эрик пел, и пел обратно мне в личной, и когда мы в Телеграме, да, в Телеграме это было, и я, так как часто люблю эту песню слушать, ее слышала и Оксана, именно слышала в его исполнении эту песню, поэтому для нее было... Тут, конечно же, я сразу подрываюсь. В этот момент Жазера находилась в кабинете у Ержановой. Я лечу с Евой на руках к ним, уже никого не стесняясь, да. Вот захожу в кабинет, сидит Ержанова за своим столом, Толванай. С правой стороны сидит Жазера, и напротив Жазеры, как его, Иманбеков, Иерлик или Иманбаек, ну, это тоже там сотрудник, их сотрудник, да. Сидят, я уже не стесняясь, начинаю уже с Зире громко говорить. Ну, че, да переписывались, одинокая ветка сирени. В этот момент Ержанова тоже так за своим компьютером стала прятаться. У этого Ерлика была маска, но я прям видела, что человек улыбается, то есть им было известно, о чем мы говорим. Но, что самое интересное, как они знать могли про эту личную переписку, если Жазерин телефон им в руки не попадал. Ни разу они не видели ничего вообще, что в телефоне у Жазеры Демиова. Ну, значит, остается, извините, только Эрик Жумабаев. И вот, что самое интересное, когда он в активисте ДВК сидел, у него вот именно в его голосовых, я прям слышала, вот этот, милдовской жаргон проскальзывал, да, там, профилактические беседы, разъяснительные работы. Мне уже знакомо просто, как разговаривают у нас сотрудники полиции. Вот, и у него вот чисто случайно иногда, конечно, это проскальзывало. Несколько раз Оксана, было такое, что когда врач отправляет мне голосовые сообщения, у него были такие вопросы, срочно скажи мне код. То есть это был не тот Светлаков, который, привет, вот мы идем на митинг, мы занимаемся агитацией, а такой железный голос сотрудника полиции, быстро скажи код. Да, я потом спрашиваю, какой код, что ты там хотел спросить, это все с них а-ха переходило, там, чуть ли не код от сейфа, код от ключей, от дверей, было такое, да. Да, и сейчас нам, конечно, все это тоже очень смешно. И главное, что вот когда мы прятались, здесь я точно не могу ничего сказать, да, что в этом виноват Эрик Жумабаев. 1 мая в 2019 году, когда был митинг, да, мы же с Зероей перед этим спрятались за 2 дня, да, наверное, в съемную квартиру, где я отключила полностью свой телефон, чтобы меня не нашли. Один или два раза вот я включила, чтобы сказать родным, что у меня все хорошо. В этот момент у меня тут же приходит звонок с номера, там, это с компьютера, то есть получается, как будто из-за границы какой-то номер, потом выяснилось, что это меня пробивали с компьютера, мое местоположение. Вот. А Жазера, тем не менее, всегда была на связи, у нее был какой-то телефон, да, у вас. Вы все время были на связи со Светлаковым, хотя вроде как ваш телефон не попадал никуда в руки, но тем не менее вечером, да, восходка ночи. Сначала это было около 10 ночи, наверное, когда в этом доме пробежались шаги. Прослышали ли у вас? Не было. Не было, да, только общим телефоном. Но вы постоянно были на связи. В общем, может быть, да, конечно. Может быть, совпадением, может быть, что, но нас пробивали тогда в ту ночь. В тот день нас пробили и нашли. Может быть, да, вот то, что я один раз телефон включила, но это вообще на будущее я могу сказать тем, кто прячется во время... Отключайте свои телефоны. Да, кто хочет попасть на митинг, отключайте свои телефоны и не включайте, потому что нас быстро нашли. И на самом деле мы с Жазерой тогда испытали очень большой страх, когда прибежали, уже было темно на улице. Прибежали, начали ломиться в эту квартиру. Мы же с Жазерой сидели в комнате. У меня была Ева на руках, я прям вот ее прижимала к себе, давала ей грудь, чтобы она не пикнула ни в коем случае, потому что ломились так. И вот вы смотрели в глазок, да, там непонятно даже, тоже в форме были или не в форме. Мы думали сейчас, если дверь выломают, то вообще неизвестно, что с нами случится. Там только 10 или 15 солдат, наверное, были. Они пробежали по всем этажам и ломились обо все двери. Я не знаю, как мы тогда с Оксаной, но мы смогли убежать. Мы убежали, мы переждали этот момент, они дверь не выломали, и потом мы спрятались в другом месте. Так что вот так вот, уважаемые активисты, за такими, как мы, участниками мирных протестов, светит очень много глаз, чтобы вы знали. И стараются всеми способами не допустить нас на эти мирные митинги. Поэтому смело иногда говорить, что я завтра пойду на митинг, не обязательно. Лучше, наверное, спрятаться. И в моих обвинениях везде опять я повторюсь, что на меня ничего не было. До этого обыска то же самое, ничего не показало. У меня дома ничего не нашли. Но в моем обвинительном акте есть 5 дисков разговора с Эриком Жумабаевым. С Эриком Жумабаевым в то время, когда я разговаривала, общалась по телеграм, ничего не было. Хорошо слышно. Но Эрик, будучи в Чемкенте тогда, до Чемкента он был где-то в районе Чемкента, Эрик разбивает свой смартфон во время задержания, говорит, когда его задерживали 9 мая. Я не помню, я не знаю. Кстати, 9 мая он приезжал сюда на митинг. Вот как вы знаете, должен был митинг состояться 9 мая в том году. Он не состоялся тогда, тоже очень многих порастаскивали. И тогда вот Жизера тоже с Эриком переписывалась. Мы должны были с ним встретиться даже, да, на том митинге. Да. Ну, два или три раза я назначала место встречи, не Эрик, места встречи назначала я, потому что город я знаю хорошо. Но именно там Эрика не оказывалось. Он говорил, не смог подойти, не пропустили, что-то. Но я стояла именно на том месте, где мы должны были быть. И опять же, совпадение или что, но задержали тогда тебя и меня спутали с моей дочерью. Задержали дочек. Потом Эрик Зумовай разбивает свой смартфон. И в то время, когда я нахожусь под домашним арестом, он разговаривает со мной через обычную... Это уже июнь месяц получается. Да, июнь месяц мы разговариваем с ним по обычному телефону. Все эти разговоры, они в деле у меня, они есть. Все пять дисков, от начала до конца. Это только наши с ним разговоры. Находясь на домашнем аресте, под домашним арестом, я продолжала играть очень активную роль в судьбе, в жизни, наверное, Эрика. Я его сама прятала в Алма-Ате, так как человек приехал с Уральска. Вы понимаете меня, что Оксана очень поразила, покорила в этом человеке его патриотизм? Человек с Уральска едет в Алма-Ату, чтобы поддержать этот месяц. Скажите, на чем он тогда ехал, с 9 мая? Он ездил на поезд, нет, с 9 мая он добрался до Алма-Аты, тогда... На КамАЗ. На КамАЗах, да, он отправлял мне фотографии, все, был на КамАЗах. Это, конечно, было тяжело. Я понимала, как это его поднимают, ему помогают. Человек, который не может один справляться, он говорил, я сильный, я смогу, я доберусь, я буду участвовать на митинге. Меня это очень покоряло, я верила. Патриот. Несмотря на свое положение, да, он едет за 3 тысячи километров в Алма-Ату на митинг. И я, повторюсь, опять же, активное участие принимала. Я его прятала в Алма-Ате, думала, сдалека приехала, ему надо где-то скрываться, где-то прятаться, помогала. И что интересного, 4-го, 3-го июля меня задержали. И в то время, когда у меня дома был обыск, меня уже тогда забрали в СИЗО. Не в СИЗО, а в ИВС меня посадили, и у меня дома проходил обыск в соседней квартире. В это время находился Эрик Зумабаев. Возле его двери собрались все патрульные работники, или как они, сотрудники, кто они были. 7 или 8 машин там. Вот приехали ко мне на обыск с обыском, приехали 6 или 7 машин, потому что все соседи запомнили эти дни. Они все собирались под этой дверь, где Эрик был, но к нему даже не поскучали. Потом был такой момент, когда, вот из-за чего я стала подозревать еще, да, Светлакова на тот момент, мне так проще говорить, что он какой-то подозрительный, он без конца спрашивал у Жезеры, мой ник, под каким я ником сижу в этом чате ДВК. Я говорю, Жезера, не вздумайте ему, пожалуйста, ничего говорить. Если вы ему доверяете, это ваше дело. Я этому человеку не доверяю. Я даже, положа руку на сердце, да, я в Жезере было дело, говорила, может, он не инвалид, может быть, он вообще ходит, да, Жезера там на меня прям вот так, как ты можешь, Оксана, вообще такое говорить, да, то есть человек действительно инвалид, но настолько вот у меня были подозрения, да, в его сторону, что я только Жезере не говорила, да. Потом, какой же момент еще был? Я тебя все стыдила, как ты можешь? Да, что да, как я могу, да, но действительно, если человек инвалид, это не значит, что он не может быть, да, агентом или сотрудником. В Акимате, например, тоже работают инвалиды, вот в Турксибском Акимате я видела, человек работает инвалид. И он там, причем тоже такая работа, в Акимате-то все у нас тоже сидят, не самые честные. Вот, что еще я хотела сказать, то, что вы меня стыдили, ладно, это стыдили. Так что не надо думать, что я, да, такая жестокая, вот тут на инвалида наговаривают. Был у нас еще случай, да, момент задержания человека с протезом, да, когда его закинули в автозак, а следом закинули его ногу, да. Протез. Протез. Ну, да, деревянную ногу, извините, пожалуйста, меня, простите, пожалуйста. Ну, это значит, это нормально, да. Ну вот, люди, мы никого не хотим рассорить. Это ваше право верить человеку или не верить, да. Вы можете дальше продолжать с ним дружить, дальше уважать его. Это ваше право. Просто вы должны понять одну простую вещь. Как действуют агенты, да, КНБ, там. Они будут обязательно вливаться, втираться в доверие. Как вот было в этом чате активист ДВК, почему всегда говорили не переписывать сабличках, потому что они начинают у тебя технично выпытывать информацию, да. Вот даже вы когда на митинги приходите, к вам подходит человек такой, вы тоже ДВК, да, поддерживаете, под каким вы ником сидите, да. Да, такое было, кстати. А вы только смело, да, я вот это Белла, там Белла, ну, разные у нас тогда, вот на тот момент в деле Флоренс была, вот тоже такая знаменитая женщина. Я никогда не выходила, верни. Ну, вообще, вот я как бы говорю, да, что люди многие говорят, как мы там друг друга узнаем, да вы когда на митинг приходите, вы вообще не должны там сильно про себя что-то рассказывать, да, кого вы там поддерживаете или еще что-то. Я вышел на митинг за себя, да, в личном, ради там своих детей, ради своего будущего, не ради там кого-то. И вот когда мне говорят, да, вот предоставьте какие-то факты, доказательства, что он это он, да, я не могу прям, ну, сто процентов, да, этого сказать, но очень много там, может быть, потом еще какие-то активисты, да, что-то скажут, не знаю я точно. Но, что я хотела сказать, потеряла мысль. Давай я пока скажу. А, вот, про Мамая хотела сказать. То есть, Мамая с ДПК, да, вы вот можете говорить, что этот человек провластный, потому что его задержали и быстро отпустили, да, либо потому что он там что-то сделал и его не задержали, да. То есть, вот, для вас это уже достаточно доказательств, вы все говорите, что этот человек провластный. Я этого человека тоже не знаю. Я вообще ни про кого здесь, кроме Светлакова, говорить не собираюсь. Никогда у меня такого не было, пока я сама лично, да, в чем-то не убедилась. Я наговаривать на человека не буду, у меня такого нет. Но вот относительно этого человека, Эрик Зумамбай, у меня большие подозрения, и вот именно вот этот разговор Салаева-Адиля, вообще вот просто в моем понимании на 100% я решила, что все, это точно агент КНБ. Причем, вот вы про свои записи сказали, что они у вас есть в деле, но почему-то они знают, что это Жазера, да, вот эта Жазера разговаривает, но их не интересует. А кто такой на той стороне, который тоже такой ярый сторонник-то, активист ДВК, да, там, который везде ездит и участвует в митингах, страдает почему-то только она. И я спросила тогда, вызовут ли его ко мне, чтобы хотя бы сказать, что да, я разговаривал с ней. Она вот так как махнулась, говорит, да зачем он тебе нужен? Я говорю, как, судят-то меня, и чисто против меня были только вот эти пять дисков. Я говорю, ну я же разговаривала раз с ним, он же тогда должен сказать, да, нет, слушать же будут. Он говорит, нет, слушать, мы диски не будем, ничего не надо, зачем он тебе нужен, просто говорит, есть это дело. И по поводу того, как он путешествует официально со своим билетом, билет берет он на свое имя. Хотя активистов даже на автомобиле, они выезжают сейчас из Семипалатинска, из Казаларды, из Чемкента, их ловят, не подпуская даже к любому городу, к Астане. Вчера вот они не могли выехать на похороны к Дулату Агадила, их вылавливали везде по трассе, даже на автомобилях. А человек едет открыто, с билетом на свое имя, его не задерживают. Опять же, я не знаю, конечно, я подозреваю, и я могу вам сказать это лично на себе, потому что в моем деле идут обвинения, вот эти диски. Говори громко. Ты еще не забывай, что помнишь, при следственных мероприятиях Дубана Ержанова, у тебя спрашивала сразу, кто такой Светлаков? Хотя ты об этом, кажется, не упоминала. Подожди, я никогда не знала, что это Эрик Жумабаев. Хоть он мне и пару раз кинул свое удостоверение, что мое настоящее имя такое. Никогда у нас не было в разговоре слова Эрик и не было Жумабаев. Мы называли друг друга Светлаков. Но вы знали, что он Эрик Жумабаев? Да. Вы не знали, что Ержанова знает такого человека? Когда я находилась в СИЗО, и ко мне уже туда приехали на допрос Тулана Ержанова, она во время допроса, и как это, как ты попала в ДВК, под каким чатом, под каким ником ты сидела. После всех этих разговоров у меня вопрос, который меня шип с ног. Она сказала, давно ли ты знакома с Эриком Гумабаевым? Хотя по идее она никак не должна была его знать. Разум, получается, все знали, что Светлаков, это Эрик Жумабаев, даже департамент полиции знал об этом, но его при этом все равно не задерживают. Он говорит, я за ДВК, его все равно не задерживают. Он ездит из города в город, его все равно не задерживают. А меня за то, что я с ним переговорила и сказала, Эрик, если ты ездишь по всему Казахстану, пожалуйста, подъедь в Варысь. Там людей отправляют на автобусах обратно. Пожалуйста, помешай, если ты такой активист, поддерживаешь все идеи ДВК, да и чисто как гражданин. Не дай людям уехать туда, где сейчас плохо, где сейчас смерть будет. Ну, примерно так. Его все равно не задержали. Он спокойно сидел. Кстати, он снимал прямой эфир, и к нему подошел сотрудник и говорит, вы Эрик Жумабаев из Ураиста? И Эрик сидит завтра, и говорит, да, я откуда, во что, мне нельзя путешествовать, что ли? А нас просто... То есть, по сути, да, никого не щадят. Меня, как многодетную мать, не пощадили. Дулата Агадила, никто не пощадил. У него шесть детей, да, и... Это никому не жалко тоже, да, этого человека, да? Но, я говорю, получается, что у нас только нужно передвигаться на коляске, и тогда ты будешь спасен от наказания, да, и от преследования, от политического, только в этом случае. Правильно? Делайте выводы сами. Ну, просто, люди, не нужно доверять Сергею. Нет. Нет. Его именно говорят, как вы можете, как вы можете на него такое сказать, он же ездит по всему Казахстану и поддерживает... Именно это вызывает подозрение, что он ездит по всему Казахстану. Ну, как так, то есть, не чисто из-за этого, он в доверии в ходу. Он не просто увидел на площади, поговорил с людьми и уехали. Он входит в близкие отношения, он заходит кому-то домой, они общаются. Я акцент, что это касается не только Эрика Зумабаева, да, среди активистов обязательно есть еще такие люди, есть множество людей, и просто нужно об этом знать, что любого человека, которого вы видите на митинге, это не значит, что он настоящий активист, да, политический активист, будем говорить, да, неважно, там это ТВК или там вообще партии, еще какие-то другие движения и партии, да, неважно. Просто так работает КНБ. Они под видом активиста вливаются доверие к другому человеку, да, все узнают, потом этот человек сядет, а он пойдет дальше других активистов топить. И вот касательно Эрика Зумабаева мы сказали, пусть люди там уже сами делают какие-то выводы и присматриваются к своему окружению и просто знают, что нельзя доверять каждому. Можно, да, сказать, молодец Эрик Зумабаев, я даже, да, скажу, что теперь эти фотографии везде разойдутся, как у нас инвалид на поляске в окружении ОМОНовца. Да, это тоже своего рода получится такой взрыв, да, что посмотрите, что в Казахстане творится, и здесь он тоже выполнил свою роль, ничего не скажет. Но при этом он может где-то погубить других людей, которые будут ему очень доверять, да, быть открытыми и рассказывать какие-то, может, свои секреты. Просто не нужно этого делать. Ну, это все, поддерживать вы можете кого угодно. Не обязательно сотрудник полиции может быть в маске, не обязательно. Сотрудники могут быть, это может быть и бабушка, и дедушка. Да. Дело не в этом, дело в том, что сейчас они могут заходить в эту среду. Как меня ваше телефон может. И просто, просто они находят молодых людей, которые только-только начинают смотреть на эту жизнь трезво, которые уже начинают соображать, где правда, где ложь. Вот таких людей, такие сотрудники изначально хватают неподготовленного человека и оказывают на него уже давление. Его могут запугать, это на первом этапе. Он не знает пока, к кому обратиться. Он только вышел, чтобы сказать что-то, и его хаб сразу вставают. Поэтому не верьте всем, не думайте, что сотрудник, это в черной, с кем, в маске. Нет, они уже ходят с камерой. Сотрудник может быть любой. Просто не доверяйте. Сейчас идет конкретная борьба, если вы не заметили. Одни борются за свободу, а другие сейчас защищают этот режим. И поэтому надо думать, когда вы ходите, вот увидели человека, да, он инвалид, и вы решили, что ему можно полностью доверить свою жизнь, как это сделала Жезера Демеова, да, полностью все рассказать, а потом вот оказаться в таком положении. Да, и вот как бы она меня очень сильно ругала за то, что я постоянно ей вот эти подозрения. Но потом, когда она уже посидела в тюрьме, она вот так вот взяла из-за головы, говорит, Оксана, оказывается, ты была права. Да, вот и все. Так что не надо всем подряд доверять. Если вы хотите, конечно, добиться каких-то результатов, то давайте просто немножко будем думать о том, что мы говорили. Все, прощаемся? Да нет, просто еще раз я хочу повторить, что не обязательно сотрудник, которые, дайте я скажу, не обязательно сотрудники будут в масках, представляете? Сотрудник, это может быть, да, и девушка, это может быть молодой парень. Сотруднику надо выявить тех людей, которые только-только начинают соображать. Они только, они вышли, они хотят выразить свои недовольствия, и тут их хватает именно те, а если вы им еще и доверяете, и расскажете, что я новичок, вот я завтра возьму еще двоих-троих новичков, может быть, вас и не затронут, но тех двоих-троих новичков, к ним придут на работу, их запугают, придут дома к родителям, их запугают. Не верьте, сотрудник, он не обязательно с камерой и в маске, он может быть в любом обличии. И не то, что там он, да, сотрудник, прям именно он работает, так. У людей бывают разные ситуации, вот, кстати, извините, что перебила, то я могу забыть насчет Эрика Жумабаева, я его никак, ни в коем случае не осуждаю. Может быть, у человека, да, там что-то произошло в жизни, и он вынужден теперь работать, да, на КНБ, там, и сдавать других людей, да, и у любого так же может быть. Он там попал в очень тяжелую жизненную, там, трудную ситуацию, да, и вот теперь ему приходится идти и сдавать других людей, и он не будет там работать, да, официально, как сотрудник, но он будет просто, как это называется, сотрудничать, сотрудничать с полицией. Знаете, в тюрьме вот есть утки, например, да, такие, которые, они тоже официально в полиции не работают, но они хотят побыстрее, например, из тюрьмы выйти, да. Лично им выгоднее все же. Да, они не хотят сидеть, и тогда им говорят, ну, давай ты, дорогая, будешь теперь сдавать мне тогда других, на свободу выйдешь, будешь не искать вот этих вот, да, своих поделец, еще кого-то, и тогда тебе мой срок скостим или не посадим, или еще что-то. То же самое происходит и в жизни. Может быть, это какие-то бывшие заключенные, которые тоже не хотят обратно, и приходится вот таким образом. Но они защищают любым способом получать себя. Защищают себя. Это друзья. Да. Друзья. Не дают выйти. Средят, наверное. Будьте осторожны. Будьте осторожны. Может быть, у кого-то есть какие-то конкретные вопросы, пусть задают, мы тоже сразу уже ответим и разберемся. Да, тут Алтынай Адилова задает вопрос. Аргументы ваши типа то, что не, не сидит? Что, что? Ее вопрос состоит как аргументы ваши типа, что он не, не сидит? Ну, якобы его не задержали из-за этого. Это ваши есть аргументы? Может быть, просто она не сначала смотрела? Мы говорили про эту переписку уже. Пусть она просто потом сначала эфир посмотрит, да. Мы там все рассказали уже. И если у нас, оказывается, можно действительно ходить и смело говорить про то, что там я поддерживаю программы ДВК, и АВА ДВК, и туда-сюда. Но все, что он говорит, потому что это конкретные доказательства есть в чате активист ДВК. Вот и все, где он конкретно ко всему этому призывает. Ну, говорю, мы пострадали конкретно, нас никто не пожалел. Здесь человека из-за того, что он инвалид, пожалели. Но хотя, простите, у нас сейчас поддержка ДВК, это 405-я статья, да, как поддержка экстремистской организации. Я почему-то думаю, что тут власти не посмотрят ни на кого. Опять-таки, говорю, есть у нас инвалид Камила Шоканова, есть у нас, вот, я многодетная мама, да, Жазира, тоже трое детей. Не посмотрели ни на что, нас посадили в тюрьму. Дулат Агадзи у нас уже в земле лежит. И что? И только Эрику Жумабареву можно все делать. Его за это не задерживают. Вывод эфира, как тут написала. Вывод эфира, доверяй, но проверяй. И опять-таки, мы сказали, кто там за Эрика Жумабаева, без проблем, это ваше дело. Просто дело в том, что если что-то случится, да, с какими-то активистами, и там будет участвовать Эрик Жумабаев, да, то потом скажут нам, да, почему вы не предупредили заранее, да, о том, что вот он такой-то, такой-то, да, даже то, что вы предполагали. Лучше мы скажем то, что мы думаем, а люди сделают выводы сами и решат, стоит или не стоит доверять просто этому человеку. Мы не говорим, что вообще, если не общаетесь, не дружите, боже упаси, такого нету. Общаетесь, дружите, ну просто не вводите в эту дружбу еще новых новичков, активистов. Не надо все на показ делать. У нас столько-то, ячейка такая-то, мы собираемся там-то, это не надо. Почему создают ячейки? Ячейки только те, кому ты доверяешь. И надеюсь, что Эрика Жумабаева после этого эфира сразу же в тюрьму не посадят, и потом на нас не полетит куча обвинений, что вот мы сказали, что он там ДВК поддерживает, ну иди сюда тогда встречай, и потом жизнь ради Мёва, и Оксана Шевчук скажет, вот, слили, взяли, слили, блин, Танева, активистов. Если бы его за это посадили, его бы посадили еще в 18-м году. Про него знают уже давно, и вот не надо устраивать показательные тоже, вот эти вот аресты, и его задерживать после нашего эфира. Потому что всем давно известно, кто это такой в фейсбуке, везде комментарии пишутся, за этим всем КНБ мониторит, да, так что после нашего эфира, пожалуйста, не надо человека задерживать и говорить, что это мы потом виноваты. Ну все, спасибо за эфир. Я вовсе проц Tobin. 52 time дерева. У села,